В этом небольшом видео я хочу показать, как я пользуюсь онлайн таблицами на Google при введении, при реализации строительных проектов. Онлайн таблица удобна тем, что когда ты ведешь онлайн таблицу по исполнительной документации, кинув ссылку своему руководству или коллеге по ПТО, он все эти изменения ведет. И мне не надо, если я веду таблицу на своем компьютере, и каждый раз изменяю, то мне каждый раз надо будет скидывать таблицу по почте или распечатывать и показывать. Онлайн таблицу в Google создать нет ничего простого. Но для этого у вас должен быть почтовый ящик на Gmail. То есть вы создаете почтовый ящик Gmail и автоматически вам Google дает место на виртуальном диске объемом 15 гигабайт. У меня Google почта есть. Я захожу сейчас на свой диск. Этот диск у меня давно уже, его надо почистить. У меня сейчас использовано 13 гигабайт. В эти 13 гигабайт входит и почта, где у меня писем около 60 тысяч периодически надо чистить, так как это тоже место занимает. И здесь папки с фотографиями, с документами, с различных объектов и курсы, которые я изучаю. Но сначала я покажу, как создавать таблицу. Чтобы не запутаться в этих папках, создаю папку с наименованием объекта, на котором я работаю. Допустим, для примера я создаю папку с наименованием стройка завода. Создать. Далее заходим в эту папку. Стройка завода. И в этой папке уже создаем Google таблицы. Также вы можете создать Google документы. Это тоже Word документ, только онлайн. В котором вы также можете ввести онлайн дневник или замечания по проекту. Нас в настоящий момент интересует Google таблица. Переходим в Google таблица. Создаем пустую таблицу. Кроме этого, здесь как вы видели, еще можно создать таблицы по шаблонам. В Google таблице есть различные шаблоны. Но я ими не пользуюсь. Я создаю новую таблицу. В этой таблице эта таблица похожа на Excel. Для примера, допустим, создадим простенькую таблицу. Первая графа – это порядковые номера у нас. Вторая, как я в статей написал про реализацию проекта, напишем наименование фундаментов. Во второй, сделали или не сделали. Выполнены, выполнены. Третьей графе мы напишем. Сделали исполнительную документацию. Потом подписали. Ну и дальше наименование опор. Для примера, в нашем случае, скажем, проект состоит из фундаментов. На нем опоры. На каждом фундаменте у каждого фундамента свое обозначение. У каждого опоры также свое обозначение. И, скажем, в нашем проекте это около 30 или 40 фундаментов. И мы это должны четко отслеживать. Выполнены. Сделали фундамент. Сделали на него исполнительную документацию. Поставили на него металлоконструкцию. И, соответственно, мы сделали исполнительную документацию и подписали, сдали заказчику. То есть, это все в таблице мы ведем учет каждодневно. Чтобы отредактировать шапку, допустим, шапка у нас должна иметь шрифт. Размер шрифта, скажем, 18 миллиметров. Жирная. Курсиво. Нет, курсиво не надо. Как вы видите, то, что мы написали в ячейках, вылазит за границы ячейк. И непонятно, что здесь написано. Изменять размеры ячейк можно, как в единичном случае. То есть, мы выделяем одну ячейку и двигаем ее как по ширине, так и по высоте. Также можно изменять размер ячеек, выделив все ячейки. И, наведя курсор на любую границу одной из ячеек, мы двигаем ее на ширину удобную нам. Все ячейки становятся равными по длине той ячейки, которую мы изменили. По ширине также здесь, также это все меняется. Выделяем все строчки, которые нам надо изменить, и двигаем одну из них на высоту, которая нам более-менее удобна, то есть, нам необходимо. И, как вы видите, все строчки также поменяли высоту. Формат. Изменив ячейки, мы наименование наших разделов не вписались в эти ячейки. Мы можем отформатировать их с помощью другой команды. Выделяем все наши ячейки, заходим в команду формат и здесь я выровнять. Выбираем по центру, еще раз заходим, выровнять и по центру. Теперь они по центру, но в некоторых ячейках мы видим, что они не вписываются в заданный размер этой ячейки. Снова переходим в формат и команда перенос текста переносить по словам. Теперь они вписались в границы ячейки, но мы видим, что размер шрифта больше, чем размер этой ячейки. Также изменяем границы ячейок. То есть, мы можем изменить высоту и ширину. Здесь непонятно мне. Так же, как в Excel, мы границу можем очертить. Для этого переходим в команду границы и нажимаем все выделить. Внешнюю сторону границ мы можем выделить жирной линией. Скажем, давайте шапку нашей таблицы выделим пожирнее. Так, какой-то глюк не получается. Обычно здесь все это работает. Также мы ячейки можем выделять разными цветами. Для этого переходим в команду заливка и выбираем цветы и заливаем выбранную нами ячейку. Эта команда мы изменяем размер таблицы. Если она маленькая, то можем увеличить на весь экран или уменьшить. Эта команда печать. Эта команда у нас здесь отменить то, что вы создали недавно. Это наоборот повторить. Это копировать форматирование. Я этой командой не пользуюсь. вот этими командами. Денежный формат процентный 1, 2, 3 это как в Excel формат ячейки. То есть, если вы выносите данные, то здесь можно вносить их как в процентном соотношении, так в рублевом или указать сколько знаков будет после запятой. То есть, ну вот, видите, как в Excel здесь число, процент, текстовый формат, финансы, дата, время, обычный текст. В общем так, ареал это шифр. Здесь, соответственно, это размер шрифта, это выделение курсив, подчеркивание. Это цвет текста. Ну, допустим, давайте изменим здесь на синий. Далее, это заливка. Это граница. Это команда объединения ячеек. Вот если я сейчас выделю несколько ячеек, нажму на команду объединить, то они объединятся, но у меня здесь два приложения, и Google не сообщает, что перед объединением сохранятся только данные верхней ячейки слева. А данные второй ячейки исчезнут. Вот видите, подписали, исчезла, сделали, и D осталось. Также мы можем отменить эту команду. У нас получится то, что было. Это выравнивание, то есть мы можем в ячейке расположить данные как по центру, так и сбоку, так и с правой стороны. Выравнивание по горизонтали. Ну, в общем, ничего сложного, как бы здесь можно попробовать разные команды и разобраться, выбрать те команды, которые наиболее часто вы будете использовать. как поняли данные мы здесь меняем. Вид ячейки формата здесь в формате мы все это меняем. Вставка. Допустим, мы написали, запомнили таблицу 1 там FM 1 Вот как они располагаются, мне это не нравится, что они в левом нижнем углу, я хочу, чтобы это располагали все по центру. Мы можем зайти или в формат, как мы делали с шапкой таблицы или заходим в эту команду по центру и команда расположения по центру. То есть, вот с этими двумя командами я выровнял данные во всех ячейках. Допустим, в таблице надо ставить новую строку. Допустим, перед этой строчкой надо ставить еще какую-нибудь и записать новые данные. Я перехожу, то есть, выделяю эту строку, строчку, перехожу команду вставка и здесь у меня Google спрашивает, что добавить строку выше или ниже, строчку, диаграмма, рисунок, изображение, комментарии, я добавляю строчку выше. У меня появляется строчка выше и я с ней как бы работаю, записываю данные. Понятно, как работает эта таблица, а чтобы к этой таблице был доступ у ваших коллег. Мы переходим в настройку доступа. Открывается окно, требуется название этой таблицы. Пишем ID по разделам KG и скажем E сохранить. Далее мы можем отправить эту таблицу конкретно человеку, какому-то пишем его адрес или создаем ссылку. Эту ссылку мы можем передать в формате, что ее только могут посмотреть все те, у кого есть эта ссылка или выбираем редактировать, то есть тогда эту ссылку передав по этой ссылке таблицу. Человек, который открывает ее, он может также вносить свои замечания или какие-то добавлять новые данные и эта таблица будет автоматически меняться и сохраняться. Мы выбираем редактировать могут все, у кого есть эта ссылка. Чаще всего, допустим, я работаю в паре еще с ПТОшником и мы обмениваемся информацией. У нас в онлайн на гугл-диске висят несколько таблиц и где мы оба работаем с ними. То есть вносим данные, добавляем, изменяем и у нас постоянно эта информация под рукой. То есть мы на вопрос руководителя скажем так, что у нас исполнитель документации, мы открываем таблицу и видим по каким разделам что у нас сделано, что мы подписали, что мы сдали, где у нас просадка есть. Набираем редактировать могут все у кого есть ссылка. Нажимаем на кнопку копировать ссылку и у вас эта ссылка появилась в буфере обмен. Теперь вы можете зайти на почту. Допустим, я закажу на свою почту, создаю новое письмо и Ctrl-V вставляю эту ссылку и передаю тому человеку, с кем я работаю. и он перейдя по этой ссылке увидит нашу эту таблицу. В создании и работе с этой таблицей нет ничего сложного, все просто. Таблица это книга в Excel. В этой книге есть листы. То есть, допустим, я сейчас создал таблицу по разделам КЖ и КМ. В листе переименую, скажем, КЖ и КМ. Далее мне надо еще создать таблицу по трубопроводам. На каких металлоконструкциях опорах смонтировали какие трубопроводы. Для этого я создаю еще один лист. То есть, я могу создать копию или создать новый лист. Здесь нажимаем правой кнопкой мыши создать копию. И у нас появляется новый лист, новая таблица, скопирована с теми же данными, что и созданная перед этим таблица. И я с ней также работаю, могу переименовать, скажем, назову ее трубопроводы. и работаю с ней как и с предыдущей таблицы. То есть, меняю шапку и вношу данные. В настоящий вам момент я пользуюсь несколькими таблицами. Вот я покажу вам для примера таблицу, где я веду учет по исполнительным документациям. То есть, я проект разделил на несколько разделов. Стройка. Сюда входит разделы КЖКМ. Технологии. Это трубопроводы, оборудование, электрика. Ну и проекты, которые еще непонятно кто делает. В разделе стройка я выписал все проекты, которые относятся к бетонным работам, к металлоконструкциям. То есть, номер проекта, наименование, смета, исполнительное по проекту, акты подписаны или нет, виды работ, исполнительная схема. Ну и веду ее онлайн. Если какой-то проект производитель работ выполнил, я, соответственно, должен сделать исполнительную документацию и подписать, сдать ее заказчику. И когда я подписываю эту исполнительную и сдаю заказчику, я в этой таблице делаю пометки. Или если я не могу подписать, то сюда вписываю замечание, почему я не могу и в чем причина. И озвучиваю это вышестоящим руководству, чтобы они решили эту проблему. С этой онлайн-таблицей у меня эта информация всегда под рукой. Если у меня руководители спрашивают, то я им кидаю ссылку, чтобы они видели, где у нас загвоздка и что у нас еще осталось делать по проекту.